В Рязани на улице Белякова в жилой комнате в доме номер 7 обрушился потолок. Происшествие случилось 22 апреля в 15 часов 15 минут в квартире на последнем этаже здания. По словам местных жителей, в доме с 13 апреля начали проводить капитальный ремонт крыши. В момент ЧП в этой комнате находилась женщина. По счастливой случайности люстра и часть потолка обрушились буквально в метре от нее. Это сильно напугало пенсионерку. По ее словам, у нее резко подскочило давление. Во-первых, оно упало рядом. Вот если бы я, секунду, вот как Бог отвел. То есть я вот именно сдвинулась, а так вот я сидела именно на этом месте, перебирала вещи. Я даже вещи не стала убирать. И вот такая вот случилась трагедия. Для нас это трагедия. Мы с мужем оба пенсионеры. Вообще то нас заливает, то вот теперь потолок обвалился. Это мы уже вот муж до этого делали. В общем, это вот постоянно вот такие у нас проблемы. Казалось бы, проблема протечки крыши должна быть решена с помощью капитального ремонта. Однако он приносит все новые трудности. Жители этой квартиры обратились уже во все инстанции. В полицию, в жилищную инспекцию. Они хотят добиться компенсации материального и морального ущерба. Жильцам пока никто не смог сказать, кто будет ремонтировать их потолок. Кроме того, люди боятся новых обрушений, поскольку до сих пор они слышат, что на крыше происходят какие-то работы. Я боюсь ночами спать, потому что вот эти трещины, они же могут пойти и дальше на другую комнату. А мы спим, слава богу, в последней. Я и муж, мы сегодня не спали вообще всю ночь. Не из-за того, что какой-то страх внутренний все равно присутствует. Жильцы квартиры сделали свое предположение, по какой причине произошло обрушение. Они вчера грузили брус. Приезжал сюда, значит, подъемник, и они грузили брус. И, видимо, все это лежало вот здесь, на нашей комнате. Вот все и провалилось. Ну и потом я вышла на балкон, стала им шуметь, что прекращайте работу, иначе я боялась, тут вообще все рухнет. Они меня не понимают. Потом показала вот так руками, тогда они перестали. И то вышел из подъемника мужчина, но они все не русской наружности. По словам пострадавшей, рабочие не понимают русского языка. До организации, которая, по предварительным данным, проводит в доме капитальный ремонт кровли, нашей редакции дозвониться не удалось. В настоящее время в результате того, что в потолке квартиры появилась дыра, в помещении стало холоднее. На данный момент хозяйка квартиры уже написала обращение к губернатору Рязанской области по поводу случившегося. Женщина планирует также написать письмо и президенту России, поскольку считает, что заслуживает хороших условий проживания и безопасности для своей жизни. По ее словам, в тот момент, когда вся страна занята борьбой с коронавирусом, нельзя оставлять другие проблемы без должного внимания.